Я не замечала, если честно, о том, что у меня фамилия IT, и это как-то связано с IT, опять же. Я помню, как хрупкая девушка одевала сапоги, каску, очки, рогу и отправлялась смело на шахту или на предприятие. Все, что касается безопасности на объекте, и, соответственно, уже при внедрении проектов, эта ответственность на нас возложена. Мы сейчас очень много работаем над тем, чтобы выйти на международный рынок, и, соответственно, в этом мы видим свое будущее, так скажем, да? Блин, я не знаю ни одного Марлеллска героя, если честно. Супермен, Бэтмен, а это они? Невидимкой быть. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители АГТЕК-подкаст. Добро пожаловать в ваше уникальное путешествие на волне новых возможностей в мир информационных технологий вместе с командой профессионалов казахстанской IT-компании АГТЕК. У микрофона Асхат Мусанов, и это значит, что вы смотрите очередной эпизод специальной рубрики нашего подкаста «Лидеры АГТЕК». В данной рубрике я знакомлю вас с руководителями департаментов и ключевыми сотрудниками нашей компании. Перед тем, как представить вам героя этого выпуска, а вернее героиню, напомню, что вы можете слушать АГТЕК-подкаст на всех популярных подкастных платформах Apple, Google и Яндекс.Музыка, а также смотреть видеоформат на нашем YouTube-канале. Как всегда, все ссылки в описании эпизода. Ну что же, теперь давайте знакомиться с нашей гостьей. Мадина Айтиева, директор по инновационным решениям АГТЕК. Мадина является членом Международного института управления проектами PMI и сертифицированным специалистом PMP Project Management Professional. Мадина имеет более 10 лет опыта работы в сфере бизнес-аналитики, системного анализа и управления IT-проектами. Руководила разработкой систем государственного, квази-государственного сектора и в сфере строительства. Мадина, привет! Всем привет! Наши подписчики уже знакомы с Мадиной, она участвовала в презентации компании АГТЕК. Также принимала участие, была ведущей июльского дайджеста АГТЕК. И сегодня ты у нас в роли гостя на нашем подкасте. Давайте начнем знакомство наших слушателей и зрителей с Мадиной. с вопроса о том, как ты пришла в IT-сферу, какое у тебя образование и где работала до прихода в АГТЕК. Я училась в Евразийском национальном университете на специальности автоматизации управления. Кафедра у меня была системного анализа. Если честно, тогда мы вообще не понимали, на кого мы учимся и что это означает. Пока я именно не пришла работать в IT-компанию. Это было в 2013 году. Я пришла в холдинг как для себя, в ТОСК-тех. Мы работали над большим проектом, это электронное лицензирование. На протяжении пяти лет я работала на этом проекте. После три года я работала в компании BI-Innovations. Это компания, IT-компания, которая разрабатывает системы для BI-группы. И уже после я пришла в АГТЕК. Кто повлиял на ваше решение прийти в IT-сферу? На самом деле, когда я поступала в университет, только все это развивалось в далекий 2007 год. И специальность была выбрана больше так, чтобы поступить на грант, если честно. Окей. В вашем резюме указано, что вы являетесь членом PMI. Да. Расскажите нам, что такое PMI и какими навыками надо обладать, чтобы быть членом PMI. Это международная организация Project Management Institute, которая основана в США. Я обладаю сертификацией PMP, Project Management Professional. Я его как раз получила уже работой в АГТЕКе в 2020 году. Основные качества, которыми нужно обладать, это знание управления проектами, это управление себестоимостью проекта, управление качеством проектами, сроками, изменениями. Там очень много всяких методологий, которые должны применяться. Супер. Мадина, ваша связь с IT-сферой находит свое отражение. И в вашей фамилии, насколько я знаю, да, вот кто знает, кто переписывается, да, на контакте с вами, в Телеграме у вас, ваше имя написано как IT и EVA, Эва. Расскажите, как все-таки пришла к вам идея? Я не замечала, если честно, о том, что у меня фамилия IT, и это как-то связано с IT. Опять же, очень-очень долго это появилось, наверное, только уже в биогруппе, там, уже после того, как я проработала в IT-сфере около шести лет. Кто-то вот сказал, о, у тебя такая фамилия, и я вообще раньше никак об этом не думала, даже этого не осознавала. А логотип вот этот, который у меня, аватарка, стоит на Телеграме, это придумал наш Руслан-дизайнер. А, то есть это было уже в Агтеке? Да, это было уже в Агтеке, наверное, около года назад. Мы как-то с Русланом готовили какую-то презентацию, и вот он начал... Все знают, что у нас Руслан очень красивый парень, он развил эту тему, вот ты IT, вот там у тебя фамилия начинается с IT. На самом деле это IT, Ева, и он обосновал это так, что Ева – это прародительница всего на Земле, как бы человечества, то да сё, вот. И типа ты прародительница IT-шников, вот такой вот прикол пошёл у нас с ним, и он замутил мне этот логотип. Ну, вообще здорово всё подошло, как бы, я думаю, вы подтверждаете, да, своё предназначение. Даже фамилии. Вот, ну, давайте, теперь настало время рассказать, как вы начали работать в Агтек. Вот, и один из самых таких популярных вопросов – как устроиться в Агтек? Как устроиться к вам в департамент? Вот, и давайте, наверное, расскажем, начиная с вашего примера. Я устроилась очень банально через HeadHunter. Как-то я ушла с биогруппы в 2020 году, взяла небольшой перерыв, сидела просто вот так вот на HeadHunter. Нашла компанию Агтек, откликнулась, меня пригласили на собеседование. Около, я проходила тестовые задания, около месяца, по-моему, что-то так вот ходила, думала. Думали вы, думала я, и потом я вам ответила, решила, что я приду. Я, как сейчас, помню, что одно из главных условий, которые я вам поставила при приходе на работу, это было, что я хочу себе маленький тонкий ноутбук. И вы мне такие, ну да, без проблем, скинули варианты, ничего себе, как бы этот, я выбрал ноут, который мне подходит. Потому что для меня это было очень важно, потому что я в BI устала таскаться с большим ноутбуком, и это прямо меня тогда цепануло, так скажем, отношение такое. Ну да, мы увидели вашу фамилию, IT-юа. Решили, что я вам стопотенцию нахожу. Вспомните свой первый день. Первый день, какие были впечатления, и насколько они отличаются от сегодняшнего состояния. Ну, прям первый день в Агтеке я, наверное, не помню, но я помню первые дни, так скажем, в целом. Мы еще были в старом офисе на Уэзово, и у нас был такой вот кабинет, мы все сидели, практически все сидели в одном кабинете. Он был такой полутемный, там горели свечи. Дима сжег романтические свечи, играла такая музыка, как будто из Нирваны, и у меня еще угорало тогда с Димой, говорю, я как будто в спа-центре работаю. Такая вот атмосфера у нас была, полумрак, свечи, всегда свежезаваренный пуэр-чай китайский. И вот такая вот обстановка была очень умиротворенная, приходишь на работу, все такие. Единственное, что было такое вот немножечко, мне было, скажем так, чуть-чуть некомфортно, потому что люди все именно работали, очень мало кто разговаривал. Все приходили в утром, все привет-привет, и как бы прям сидели и работали, там, не поднимая головы. А я все-таки такой человек, которому нужно общение, и мне было немножечко некомфортно, еще я одна девушка была тогда, и как-то было немножечко странно. Сейчас в этом плане, конечно, очень сильно все изменилось, компания выросла, сейчас у нас уже... Вы пришли главным аналитиком, сейчас уже директор департамента. Да. Вот расскажите путь, и какая роль была тогда у вас, и какая сейчас? Когда я пришла, мы только начинали развивать наш продукт ДММС, мы его только внедряли на первом объекте в Костынке. Тогда мы с Акимом работали над... В целом над ТЗ я работала, только начинали инструкции, и у нас тогда еще появился проект, каражал систему учета взрывчатых материалов, ArcelorMittal. И вот над этим проектом в основном я работала тогда. Мы с Женей отрабатывали дизайны, ну, как бы писали ТЗ-шки, постановки, выезжали в командировки. Все началось с этого. После, спустя полгода, я уже начала участвовать больше в конкурсах, в тендерах. Мы очень много готовились к проекту КПО. Начался наш очень большой проект Балхашской обогатительной фабрики, который дал мне бесценный опыт, так скажем. И как-то вот так вот все закрутилось после того, как мы закончили Балхаш. Для меня это был действительно большой проект, очень сложный. Больше я начала уже заниматься перспективными задачами. Тут у нас началась уже разработка устройств, не только программного обеспечения. Мы уже начали разрабатывать свои устройства по позиционированию. У нас появился отдел инженерный, научный. И получается уже мы настолько выросли, что нам уже потребовалось, ну, действительно, организовывать структуру у себя в компании несколько по-другому. У нас появился уже отдел разработки, отдельный отдел дизайна, научных разработок, отдел аналитики. И мне вот, на меня возложили, скажем так, такую функцию, как возглавить это все. Да, я помню, как хрупкая девушка одевала сапоги, каску, очки, там, рогу, и отправлялась смело на шахту, там, или на предприятие. Расскажите, какими проектами сейчас занимается департамент? И какие из проектов вам нравятся больше всего? Можно даже те, которые были уже завершены. Ну, у нас сейчас достаточно много проектов. Мы сейчас работаем над двумя большими проектами Казахмыс. Это по сопровождению 67-й шахты и тиражированию системы позиционирования на 11 шахтах. Мы работаем над проектом Косынка, Долина Рудник, также сопровождение. Мы работаем над проектом Казмоной ГАЗ, аналитический центр, диспетчерского центра. Сопровождение Волхарской выгодительной фабрики, систему учета, систему мониторинга работников АТК. И это все, что касается ДММС. Какой проект вам больше всего нравится? Может быть, и завершенный тоже. Ну, наверное, все-таки Болхарский проект мне ближе всех. Потому что я его начала, почти довела до конца, чуть-чуть не закончила. А в целом он мне ближе всех. Ну, вообще, да, я думаю, что то, что проект не закончен, это как бы не есть проблема. Вообще во всех проектах, да, есть какая-то перспектива, будущее, развитие и так далее. Поэтому, я думаю, на этих проектах, эти проекты не завершены, а будут продолжаться развиваться. Правильно? Ну, да, но я имею в виду то, что я его не завершила и ушла в декрет. И мне пришлось его передать другому человеку, да. У вас прерывали, да. Ну, и у нас традиционный вопрос рубрики. Наша система, ДММС, Digital Monitoring Management System, изначально призвана обеспечивать безопасность в особо опасных зонах, на производстве, в шахтах. Вот, чувствуете ли вы сами свою личную ответственность, когда внедряете продукты именно в такой опасной области? Ну, да, конечно. Потому что все-таки я участвую в большей части именно в переговорах с заказчиками, именно на перспективных проектах. И, конечно, мы обещаем то, что мы полностью покроем все, что касается безопасности на объекте. И, соответственно, уже при внедрении проектов эта ответственность на нас возложена. Потому что все-таки это люди, люди, находящиеся в шахтах. И, соответственно, не дай бог что, как бы мы все-таки ответственны за то, что мы говорим. И делаем. У нас на сегодняшний день есть такой стереотип, что IT-сфера – это больше мужская сфера. Но вы – женщина, которая руководит департаментом, причем немаленьким. У вас в подчинении в основном… Основная часть – это мужчины. Как вы справляетесь? Как вы находите общий язык с мужским коллективом? Ну, на самом деле, мне проще гораздо работать с мужчинами, чем с девушками. Но все-таки миф о том, что девушки в IT – это уже все-таки миф. На самом деле, сейчас уже мир изменился, девушек в IT стало гораздо больше. Причем есть как девушки-разработчики, так и девушки-аналитики. И даже вот я уступала в качестве внедренца там на заводах, на фабриках. А по поводу общего языка с парнями, у нас действительно очень хорошая команда подобралась. И прямо так вот, чтобы управлять, кого-то контролировать, как бы прям такой необходимости даже и нет. Потому что все ребята очень самостоятельные, очень активные. И я считаю, нам с этим очень везло. Угу. Еще один стереотип о противостоянии разработчиков и дизайнеров. Вот. Очень много мемов по этому поводу. И вот ваше мнение по данному стереотипу. Есть ли это в вашей работе? И как вы с этим справляетесь? Есть ли казусы, бывают ли? Вот. Как вы с этим работаете? Если честно, я впервые слышу про этот стереотип. Ну, опять же, я не встречала, чтобы у нас были какие-то проблемы между разработчиками и дизайнерами. Скорее, наверное, между разработчиками и аналитиками возникают какие-то вопросы, споры, потому что аналитики — это люди, которые работают непосредственно с заказчиком и пользователем. И они собирают требования, собирают потребности, знают, как это непосредственно на производстве все происходит. А разработчики — это люди, которые работают в офисе, и они как бы выполняют ту задачу, которую аналитики поставили. И типа того, как ты поставил, так я и сделал. Вот такие вот есть все-таки моменты. Ну, не только у нас, а вообще в целом в IT. Но, опять же, как-то народ договаривается между собой. Наверное, во многом это зависит от поставленной работы, системы, да? Системы, системности, да, в работе. Вот об этом тоже пару слов. Насколько вы продвинулись в этом плане? Я считаю, что мы очень круто продвинулись в этом плане, потому что, опять же, когда три года назад мы начинали работать над этим проектом, у нас практически не было аналитиков, была я и еще две девочки. И наш архитектор Аким очень-очень-очень все задачи завязывал только на себе. Они прямо на нем сильно замыкались, и очень было сложно от него что-то оторвать, вырвать, вообще его как-то разбередить, так скажем, да. Потребовалось время, потребовались люди для того, чтобы его разгрузить, чтобы он вот это свое детище ДММС как-то немножечко отпустил от себя и начал доверять окружающим, так скажем, да, что есть не только он, есть еще люди, которые тоже могут, которые тоже справляются. И в итоге у нас появились такие ребята, как Акалжан, Тайман, Думан, Валера, аналитики, которые взяли на себя большой очень фронт работы, разделились на команды, вы, наверное, уже знаете, что у нас есть команда Batman, Joker, и недавно появилась Flash. Мы внедрили у себя на проектах Scrum, у нас есть Думан, Scrum Master, он получил даже сертификации про Мацкарам.орг, очень начал прям двигаться в этом направлении, построил всех ребят, это была большая работа, где-то, наверное, несколько месяцев у нас ушло на то, чтобы поставить это все, чтобы у нас все дейлики, митинги, weekly, чтобы все это проводилось, и ребята в этом плане очень большие молодцы. Какие навыки, по вашему мнению, навыки и умения нужны для руководителя в сфере IT? Ну, в первую очередь, это коммуникация. Дисциплина, ответственность, но коммуникативные качества это прежде всего. А вот ребятам, разработки, дизайны, аналитики? Аналитики, наверное, все-таки опять же коммуникации, разработчики, это больше как бы усидчивость, ответственность, знание того, что они делают. А дизайнеры это креативщики, дизайнеры у нас классные. Особый респект. Окей. Ну, в процессе работы я, в принципе, сам вижу, что компания, вообще команда, сталкиваются с такими очень серьезными задачами. вот, не так все просто, да? И вопрос такой, как вы справляетесь с неудачами или проблемами? Вот, может быть, какие-то есть лайфхаки у вас в этом плане? или я или с командой? И вы, и команда? Ну, не спорим, бывают всякие моменты, скажем так, при разработке, вообще, в целом, в компании, а лично, я справляюсь, как? беру себя в руки, скажем так, только вперед девиз нужно, нужно делать и, и не останавливаясь, получается, перешагивая через себя, бывает, даже через кого-то, может быть, даже начинаешь реализовывать то, что нужно. А с командой, команда у нас классная, команда, со всеми можно поговорить, со всеми можно договориться, как индивидуально, так же собрать всех, бывает, что ребята приходят такие уже уставшие, замученные, я этого не хочу, я этого не буду, но при этом все равно с каждым, с каждым можно договориться, с каждым подобрать индивидуальный подход. Да, и вы их тоже мотивируете, поддерживаете. Обязательно. Супер. Вообще, IT-сфера, она очень быстро развивается, и вопрос о том, как вы следите за новинками, новшествами, инновациями, сверяйте, какие методы вы используете? Ну, в основном, конечно, это YouTube, это можно там очень много подчеркнуть, определенные каналы есть, и благодаря, опять же, своей сертификации PMP, которую нужно каждые три года подтверждать, там требования, что нужно обязательно обучаться и доказывать то, что ты приходил какие-то обучения. И у них есть прям сайт, projectmanagement, который в точка ком, где выходит очень большое количество роликов, как и в сфере IT, так и в качестве, так и в сфере управления проектами в целом. как бы я их обязана смотреть, и, соответственно, оттуда я очень много всего черваю. А как вы считаете, какие наиболее перспективные, по вашему мнению, направления в сфере IT, разработки, дизайна, аналитики? Ну, все направления, конечно, перспективные по-своему, но так как я сама вышла, так скажем, из аналитиков, то, мне кажется, это, ну, как бы для меня и наиболее такая вот интересная, потому что разработчики, это разработчики, которые там сидят и кодят. Я бы не смогла. Для меня это немножечко, не то чтобы скучно, но я бы, я не усидчивая по себе человек, поэтому я бы не смогла. А вот аналитики, у них, они могут развиваться как бизнес-аналитики, как системные аналитики. Почти все аналитики потом становятся руководителями проектов, там можно уже там руководители группы проектов, портфели проектов. Ну, как бы, мне кажется, это более такая широкая, широкая специальность направления. Ну, супер. Давайте теперь поговорим о вашей жизни вне работы, да, вернее, ну, может быть, где-то связанная, да, там с работой, неформальная, да, так скажем, жизнь. Вы участвовали там в походах в горы в Алмату, да, по-моему, вы отправлялись. Далее были выезды у нас в субботнике, еще какие-то мероприятия, да, были вне работы. Вот, как это вас мотивирует, то есть нравится ли вам это и что вас заставляет, допустим, вот, поход в горы? Это, это нисколько меня не заставляет. Я вообще благодарна АГТЭК, что есть такая возможность, как в такой неформальной обстановке общаться со своим коллективом, со своим руководством. походы в горы для меня вообще это такое отдельное, мне это очень нравится. Когда-то в, там, в 2016 году я поднялась на вот эту гору в Боровом, и с тех пор меня тоже немножко заклинило по этой теме. Мне это действительно интересно, мне это нравится. Я, помимо этого, еще поднималась на вулкан в Индонезии, и после как, после того, как Александр предложил пойти в Большую Алматинскую кругосветку, я всеми руками за, как бы, ну, это мне близко. Мне тоже нравится. Ну, вы монстры, вообще, да. Я видел и фотографии, и видео. Да, это супер, конечно. Это было вообще неравенимо. Это, наверное, заряжает? Это очень заряжает. У вас есть хобби какие-то личные? Чем-то увлекаетесь вот в свободное время? Ну, на данный момент у меня маленький ребенок. Угу. Вот. А до этого, опять же, вот мы постоянно выезжали в различные походы с супругом. В основном, вот, больше мы увлекались тем, что нравится ему, нежели то, что нравится мне, потому что у него очень много всякого, всяких развлечений. Там, катались на велосипедах, это все он мне прививал. велосипеды, самокаты, мотоциклы, квадроциклы, вот в этой теме мы очень много двигались, получается, вместе. Да, ну, давайте теперь плавно перейдем к личной жизни, да, к семейной. вы на самом деле, да, вы сказали о том, что у вас родился ребенок, и сейчас вы на самом деле в декрете. Да, давно было. Но все равно работаете в полную силу, при этом участвуете на разных мероприятиях, выставках и так далее. Как вы это все успеваете? Каков секрет? Как вы совмещаете работу и дом? Небольшой секрет, который называется мама, на самом деле. Вот. Но я не смогла сидеть дома. Вот. Получается, когда я родила и спустя пару месяцев пришла в офис, мне показалось, как будто все проходит мимо меня. И я пришла домой и говорю, блин, я хочу, я хочу в офис. И тогда компания пошла ко мне навстречу, я попросила, могу ли я работать на удаленке. Компания пошла ко мне навстречу, говорит, да, ты можешь работать на удаленке. Но на удаленке я не смогла просидеть и неделю, и я начала выезжать в офис хотя бы на пару часов. Сначала на пару часов, потом до обеда. Сейчас уже стараюсь часов до четырех оставаться на работе. Как бы, ну, здесь, конечно, большая благодарность руководству, которые пошли на все это, как бы, и вот. А как дома на это реагируют? Ну, супруг? Нормально. Он знает, что я, что я, нет, что я не смогу дома просто сидеть. он у вас молодец тоже. У вас есть какие-либо семейные традиции либо, я не знаю, ритуалы, которые помогают зарядиться энергией после рабочего дня, может быть, расслабиться? Ну, после рабочего дня мы, наверное, проживаем жизнь, как все обычные люди, там, ужин, дом, спать. А в принципе по ритуалам мы обязательно выезжаем на природу. Очень часто. Мы это любим. У нас, я говорю, у нас есть палатки, мы прям с ночевой можем уехать на несколько дней. У вас у обоих любовь к природе? Да. Круто, супер. И мы часто проводим время таким образом. Я люблю лес вообще в целом. Очень круто. Я недавно тоже был в лесу. Это очень сильно заряжает, свежий воздух, запах хвои. Супер. Я вас понимаю. Ну, давайте, мы подходим уже к концу. У нас по традиции в конце есть блиц-опрос. То есть, это несколько вопросов, на которые нужно быстро отвечать. Практически не задумываясь, так скажем. Пояснять ответы надо? Наверное, нет. Нет. То есть, мы их быстро пройдем. и дальше увидим, что будет. Так. Первый вопрос. Охарактеризуйте компанию Агитек с существительным, прилагательным и глаголом. Существительным, прилагательным и глаголом. Существительная работа. Предлагательная классная. и глагол. Доверьтесь чувству. Что вы чувствуете? Какой глагол? Бегать, прыгать, спать, лежать. Действовать. Действовать. Все. Второй вопрос. Что важнее, дисциплина в коллективе или теплая атмосфера? Дисциплина. Ваше главное достоинство? Работоспособность. Ваш главный недостаток? Недисциплинированность. Какие три вещи вас вдохновляют? Сейчас уже семья. Я говорю, лес, который я люблю. И работа. Какой суперспособностью вы бы хотели обладать? Суперспособностью? Ну, да. В смысле, как и супергерои? По Марвелу, да. Суперспособность. Наверное. Блин, я не знаю ни одного Марвелского героя, если честно. Супермен, Бэтмен, это они? Угу. Невидимкой быть. Невидимкой. Окей. Представьте, что вам навсегда запретили заниматься вашей нынешней работой. Какую новую профессию вы бы выбрали? Хм. Что-то... Новую профессию. Ну, наверное, что-то в бьюти-индустрии. Какую книгу порекомендуйте? Я очень люблю Саки Булата Жан-Дарбекова. Это моя любимая. Я вообще очень сильно люблю Казахстантуру. Угу. Круто. Ну, на следующий вопрос я знаю ответ. Море или горы? Горы. Разработка или дизайн? Дизайн. Работа или семья? Человек, который вышел на работу через два месяца после родов и говорит, что семья. И последний традиционный вопрос в нашем подкасте. Какой это вопрос по счету? Восьмой, наверное. Пока никто не угадал. Двенадцатый. Ого. Ну, все. В принципе, Блиц закончен. Очень круто ответили на все вопросы. И в конце мы представляем нашим гостям возможность как бы минута славы, так скажем, да? Вы можете высказаться на любую тему, пожелать что-либо, свои ощущения рассказать. Может быть, я не знаю, там, передать привет кому-то. Минута славы, да, значит? Хорошо. Я считаю, что мне очень повезло то, что я сейчас работаю в компании GTX, потому что для меня сейчас это лучший вариант, где бы я могла работать, я считаю. Вот здесь отличная команда, отличное руководство и немаловажно, что у нас очень крутой проект ДММС, который мы реализовываем. Это не просто какая-то очередная разработка, как во многих IT-компаниях делают, которые вот у нас в IT-компаниях в основном это проекты, которые разрабатывают системы для государственных органов либо каких-то крупных предприятий. Мы разрабатываем свой продукт. и поэтому это более интересно, я считаю, и я вижу в этом продукте очень большие перспективы. Мы сейчас очень много работаем над тем, чтобы выйти на международный рынок, и соответственно в этом мы видим свое будущее, так скажем, да. В целом как-то так. Вот. А привет я бы передала своей команде. Мадина, спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, было все интересно. Будем ждать вас на следующих выпусках. Спасибо вам большое. До свидания. Пока. Друзья, на этом выпуск АГТЕК-подкаст подошел к концу. Еще раз поблагодарим Мадину за интересную беседу и поздравляем с дебютом в качестве гостя. А впереди вас ждут новые знакомства с нашими лидерами, которые уже сами выступают в роли интервьюеров и вместе с коллегами обсуждают различные актуальные профессиональные темы, касающиеся деятельности компании и отрасли в целом. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам и слушайте наш подкаст на всех популярных платформах Apple, Google и Яндекс.Музыка. А для тех, кто предпочитает видеоформат, мы ждем на нашем YouTube-канале. Также подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы быть в курсе актуальных новостей компании и быть на волне новых возможностей вместе с нами. Пришло время прощаться, увидимся и услышимся в следующем эпизоде. Ага-Тек подкаст на волне новых возможностей. Попробуйте добавить хэгэй. 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 Ладно. Так. Все. Готовы. Хэгэй хэгэй. 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 И сегодня в гостях у нас была Мадина Айтиева, директор по инновационным решениям Хэгэй. Хэгэй. А я, по-моему, нормально сделаю. Вообще классно. Да. Вы на меня не отвлекайтесь. Все, мы настили смеяться. Это плохо. Это плохо. Потому что у себя будем ржать. Хэгэй. 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 Мы теперь будем реально спеяться. Мы тогда с Аковом тоже долго принялись. Главное вот эту часть записывать дни дольше, чем весь подкаст. Ну ладно, все, собрались. Да. Подождите. Все. Пока.